Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим криптовалютные индексы и ETF. С вами канал Просто Крипто и давайте начинать разбираться! Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Ну а мы начинаем! Криптовалютные индексы и ETF или же Exchange Traded Fund это два разных инвестиционных инструмента, которые связаны с криптовалютами. Криптовалютные индексы представляют собой составной показатель, который объединяет несколько криптовалютных активов в одну единицу. Они используются для отслеживания или измерения производительности рынка криптовалют в целом или же определенной его части. Давайте же рассмотрим примеры криптовалютных индексов. Итак, первый это Bitcoin Dominance Index. Он отражает долю рынка, которую занимает биткоин в общей капитализации криптовалютного рынка. Второй это Ethereum Dominance Index, аналогично с биткоином, но только для эфириума. Третий это S&P Cryptocurrency Index, индекс, который разработанный S&P Dow Jones Indices, который включает в себя крупнейшие криптовалюты. И четвертый это Altcoin Index. Он включает альтернативные криптовалюты или же альткоины, то есть все кроме биткоина. ETF или же Exchange Traded Funds это инвестиционный фонд, который действует как ценная бумага. Он торгуется на бирже подобно акциям. Он может включать в себя различные активы, такие как акции, облигации, сырьевые товары и в последние годы криптовалюты. Важно понимать, что существуют разные типы криптовалютных ETF. Давайте же рассмотрим несколько таких примеров. Первое это фонды с одной криптовалютой. Эти ETF инвестируют только в одну криптовалюту, как например биткоин или же эфириум. Инвесторы могут получить доступ к изменениям цены этой криптовалюты, не владея ей напрямую. Второе это фонды с набором криптовалют. Некоторые ETF могут включать в себя несколько криптовалют, что позволяет инвесторам диверсифицировать свои инвестиции в криптовалюты. И третье это фьючерсный ETF. Эти ETF инвестируют в фьючерсы на криптовалюты, что позволяет инвесторам спекулировать на изменении цен. А именно как на росте, так и на падении. Криптовалютные ETF представляют преимущества, такие как легкий доступ к криптовалютным рынкам, отсутствие необходимости хранить собственные криптовалютные кошельки, а также ликвидность, поскольку они торгуются на биржах. Важно отметить, что несмотря на то, что криптовалютные ETF обеспечивают удобство для инвесторов, они также подлежат регулированию. Что означает, что они могут быть предметом ограничений и требований в зависимости от юрисдикции страны, в которой вы живете и инвестируете в эти криптовалютные ETF. Криптовалютные индексы являются инструментами анализа и отслеживания рынка криптовалют. Они могут включать в себя информацию о различных криптовалютах и их изменениях во времени. Индексы используются в основном инвесторами и трейдерами для оценки общего состояния рынка и, соответственно, принятия инвестиционных решений. Важно помнить, что инвестирование в криптовалюты и связанные с ними инструменты имеют свои риски, включая высокую волатильность рынка. И перед принятием решения об инвестировании в криптовалюты или связанные с ними инструментами рекомендуется провести собственное исследование. Оба инструмента представляют инвесторам способы диверсификации портфеля с использованием криптовалют. Какой из них лучше подходит для вас, зависит от ваших инвестиционных целей и предпочтений, а также учитывая вашу ситуацию и рисковый профиль. Диверсификация инвестиционного портфеля – это стратегия распределения инвестиций по различным типам активов. Например, криптовалюты, акции, облигации, недвижимость, драгоценные металлы и так далее. Или разными рынками. Например, географическая диверсификация с целью уменьшения общего риска. Также обратите внимание, что хотя диверсификация может помочь уменьшить риск, она не исключает возможность потерь, особенно в условиях кризиса или же неожиданных рыночных сдвигов. Поэтому очень важно также регулярно пересматривать и перебалансировать свой портфель в соответствии с финансовыми целями и изменениями в рыночных условиях. Ну а на этой ноте наше видео подошло к концу. Надеюсь, что вам было полезно. И если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки и колокольчики. А также подписываться для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну и конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующее видео. Таким образом мы с вами будем делать контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить о нашем замечательном телеграм-канале, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или другие альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто и помните, что крипто это просто.